здравствуйте меня зовут басин алексей представляю компанию крипто софт с недавнего времени я занимаюсь строением формальной модели управления доступом в операционной системе купи разрабатываемой нашей компанией модель разрешено было описывать в системе родин с описанием самой модели на языке event b в настоящее время модель состоит из трех частей каждая часть описывает свою модель управления контролем доступа сейчас включает модель дискреционного контроля доступа мандатного контроля доступа и модели ролевого управления доступом ну в основных элементах модели у нас присутствует два множества множество субъектов и множество объектов сущностей множество субъектов делится соответственно на пользователей и на группы между этими множествами вводится отношение членство пользователей в группах каждому субъекту ставится соответствие идентификатор безопасности среди Есть некоторые предопределенные группы. К таким группам относятся, например, группа администраторов, в которой в каждый момент времени должен присутствовать хотя бы один пользователь. Множество объектов делится на два подможества. Это одиночные объекты и объекты, которые строят древовидные структуры. То есть между ними есть отношение parent-child. К каждому объекту в системе присвоен свой тип. В зависимости от этого типа, к объекту может применяться некий набор прав доступа. Также у каждого объекта есть пользователя. Перейдем к модели дискреционного контроля доступа. Для каждого пользователя, выполнившего вход в систему, создается объект сессия. В каждой сессии создается маркер доступа. Этот маркер содержит идентификатор пользователя, от имени которого выполняются процессы, а также идентификаторы групп, в которые входит пользователь. Маркеры могут быть как ограниченными, так и олицетворенными. К каждому объекту в системе соответствует дискреционный список контроля доступа, в который входит некий набор правил. Каждое правило включает идентификатор субъекта, право, которое это правило регулирует, а также набор флагов наследования и признак, разрешающий это правило или запрещающий. При открытии объекта процессу приписывается описатель, содержащий информацию о объекте открытом и правах, которые предоставлены для этого объекта. На следующем слайде представлен процесс получения разрешенных прав для объекта, которому запрошены права. В целом он состоит из запрещенных прав, в соответствии с правилами, которые находятся в списке контроля доступа. Вторая часть содержит вычисление множества запрещенных прав. И результирующее множество прав, которые доступны для пользователя, вычисляется как разность этих двух множеств. Если множество запрошенных прав является подможеством этого множества, то доступ разрешается. В остальных случаях доступ к объекту будет запрещен. Модель моддатного контроля доступа включает в себя создание до 8 иерархических категорий контроля доступа и 16 не иерархических категорий контроля доступа. Классификационным уровнем мы назовем элемент декартового произведения. Моддатного контроля доступа доступны два вида прав. На чтение и на запись. Пользователю разрешается читать данные из объекта, если его классификационный уровень выше, чем уровень читаемого объекта. И пользователю разрешается писать в объект, если классификационный уровень пользователя не ниже, чем классификационный уровень объекта, к которому он получает доступ. Модель ролевого управления доступом основана на механизме привилегий. В системе сдается некое множество привилегий, и каждому субъекту может быть сопоставлено некоторое подморство этого множества привилегий. При входе пользователя в систему в маркер записываются все доступные привилегии для пользователя. Сразу привилегии использовать нельзя, то есть ее еще предварительно надо включить в маркере, даже если она присутствует. Перед выполнением системного вызова производится контроль наличия привилегий. К каждому системному вызову сопоставлен набор привилегий, которые требуются для ее выполнения. Если в маркере пользователя эти привилегии присутствуют и включены, то системный вызов разрешается. Мандатный контроль доверия. Он реализован в рамках ролевой модели. К каждому пользователю ставится в соответствии уровень мандатного доверия. А также каждой привилегии ставится необходимый уровень мандатного доверия. Если при системном вызове необходимый уровень мандатного доверия у пользователя выше, не ниже, чем требуемый, то доступ к выполнению системного вызова разрешается. Если уровень мандатного доверия пользователя ниже требуемого, то он может быть повышен в результате интерактивного запроса к пользователю. На следующем слайде представлен пример того, как может быть описано создание объекта в нашей модели. Соответственно, открытие объекта. На следующем слайде приведены условия, которые могут использоваться для проверки прав доступа к объекту уже открытому. Ну и, соответственно, закрытие объекта и удаление объекта. Ну, обратная операция созданию и открытию. В настоящее время у нас модель уже в основной массе написана. Вот пример кода, который у нас реализован в системе родин. В настоящее время ведется верификация и доказательство условий безопасности нашей модели. Ну, дальнейшее развитие – это уточнение и покрытие кода операционной системы нашей моделью. Все, спасибо за внимание. Так, вопросы. Можно сразу швырять туда. Кстати, кто меня звал? Микрофон в прошлый раз, осознайтесь. Здравствуйте, Виталий Чайков, Созвездие. Я вот увидел от дискрепционной модели ошибочка. Не только вхождение эйсов, порядок эйсов, запрещающие должны быть сначала. Это у вас виндовские эти самые еще интелые окошки. Вот. По мандатке вроде все как бы нормально. При проверке дискрепционных прав доступа, запрещающие эйсы должны спереди стоять. Иначе вы можете набрать разрешение раньше, чем дойдете до запрещающего. Ну, с точки зрения математики, тут по порядку… Мы отдельно строим множество разрешенных прав. У вас же Купи, это все реализовано давным-давно, и вроде как все сертификаты получили. Для чего вот это… Ну, в настоящих условиях формальная модель должна быть построена. Ну, тем не менее. Дивянин Петр, группа Астра. Здравствуйте. Давайте, у вас есть еще вопросы. Да, Дивянин Петр, группа Астра. Спасибо за доклад. Из вашего доклада, так я понял, что вы решили идти своим самобытным путем, то есть ГОСТ 59453, первая и вторая часть, соответственно, называющаяся формальной моделью управления доступом, общее положение, а вторая часть – рекомендации по верификации формальной модели управления доступом. Вы решили не использовать ни технически, ни терминологически, потому что у вас ни термин не соответствует, ни, в общем-то, в принципе, имеете полное право свои формулировки давать, но там несколько подсказок, как чего можно было сделать. Почему вы не используете? Ну, мы только начали разрабатывать. То есть терминологию мы доработаем, если понадобится, и с ГОСТом приведем все. Ну, ГОСТ 21 года, то есть уже три года как прошло, можно пользоваться. Уже на подходе третья часть рекомендации по разработке формальной модели. Надеюсь, в этом году пройдет обсуждение и будет утвержден. Хорошо, следующий важный вопрос. Вы фактически в формализованной нотации, которую используете язык родин, описываете, ну, в общем, модель как есть. Но при этом ключевым компонентом формальной модели управления доступом является формулирование и доказательство нетривиальных условий безопасности. Ну, например, для мандатного управления доступом это отсутствие информационных потоков сверху вниз. Для мандатного контроля целостности это невозможность целостным субъектам захватить управление высокоцелостным субъектом. В своем докладе вы про это не сказали. Какие условия безопасности вы формулируете в своей модели и доказываете? Ну, сейчас как раз идет работа над доказательством условий безопасности. Ну, в частности, для дискреционной модели это невозможность объекта получить права, которые ему не разрешены. Галитмическая неразрешимость у задачи этой в общем случае не сталкивались? Ну, работаем над доказательством. Спасибо. Пока не все получается. Вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас там было написано последним пунктом на одном из предыдущих слайдов покрытие кода формальной моделью. Вот эта фраза, она что означает? Что вы будете тестировать код и проверять его на соответствии требованиям в модели или вы что-то другое понимаете под этим? Ну, в соответствии с ГОСТом модель должна соответствовать коду и весь код, отвечающий за контроль доступа, должен покрываться моделью и проверяться. То есть код должен соответствовать модели, правильно вы сказали? Да, да. Ну, каким образом вы будете проверять это? Это направление будущей работы. Пока еще сама модель не построена. Когда… Вы же пишете покрытие кода формальной модели. Что-то вы понимаете под этим? Ну, будем работать. Это надо сделать. Вот, но мы еще… Что сделать, я пока не понял. Чувствуется плохо скрываемый сарказм, но вы попроще для остальных, для трансляции. То есть объясните, что стоит сделать? Ну, а, а теперь вдогонку пытаемся написать модель. А теперь они сделают модель и проверят, что оно ему соответствует. Хорошо, хорошо. Коллеги, давайте я предлагаю немножечко как-то вернуться в русло конференции. То есть мы здесь собираемся для чего? Чтобы поделиться тем, кто что делает, подсказать друг другу, как правильно делать, если кто-то это уже делал. Или наоборот, подсмотреть, как что-то новое кто-то сделал. Поэтому, да, я предлагаю вместо того, чтобы задавать такие какие-то вопросы, лучше посоветуйте. Посоветуйте, это будет правильно. Посоветуйте, как сделать. Посоветуйте, как проверить. Может быть, подскажите, как вы это сделали и проверили. То есть помогите друг другу, а то у меня ощущение складывается какое-то не очень хорошее. Это токсичное русское сообщество. Да, давайте мы не будем превращать чудесную конференцию в... Было токсично. Я просто интересовал. Разборки можно сделать вот там. Там можно комнату выделить и сделать разборки. Пожалуйста, я призываю всех выйти туда, кому хочется поразбираться. И там оператор уже ждет. Жесткий сериал «Родина». Ну, паркод на родине. Изабель, Кокки там на всем этом будут. Жестокие вещи. Ну что ж, аплодисменты. Вроде бы все хорошо. Делка.